Когда долгожданный ремонт не в радость. Мы, конечно, очень рады, что нам меняют крышу в конце концов. Эти проблемы уйдут. Но это нужно делать именно в такое время. В Батрево крышу двухэтажки начали менять посреди зимы. В результате подтопило подъезд и квартиру. Ваш родственник попал в беду. Ему нужна помощь. Я следователь. Я хочу с вами поговорить. Ваш сын попал в аварию и находится в больнице. В Чебоксарах вновь активизировались телефонные мошенники. Как снизить теплопотери, а вместе с ними и плату за коммунальные услуги? Жители этих домов, которые попадают в исследование, увидят, что их дома теряют или не теряют тепла. И если они захотят их утеплить, они могут это сделать совершенно бесплатно по национальной программе. Волонтеры социального проекта «Индекс тепла» обследуют дома в разных городах России. Чебоксары в их числе. Получить признание экспертов и сделать свой первый шаг к работе в медиаотрасли. Изюминкой нового сезона будет то, что мы, во-первых, хотим расширить географию и численность наших конкурсантов. И для этого мы немножко упростили задание на первом этапе, но усложнили жизнь у курсантов в финальном процессе. Команда ЧГУ вновь примет участие во Всероссийском конкурсе студенческих разработок в области кинопроизводства, телерадио-овещания и телекоммуникаций. Здравствуйте! В прямом эфире «Вести Чебоксары» о событиях четверга расскажут корреспонденты ГТРК Чувашия и я, Екатерина Храмкина. Ведь ситуация в Чувашии остается по-прежнему напряженной. За сутки выявлено 1258 новых случаев коронавируса. Чтобы снизить нагрузку на поликлиники, по поручению Олега Николаева начал свою работу медико-консультационный центр для помощи амбулаторным пациентам с COVID-19. Жители республики с признаками острых респираторных заболеваний теперь могут получить первичную консультацию по телефону. Центр развернут на базе детского технопарка «Кванториум» в Чебоксарах. Помимо первичной консультации, медработники ведут удаленное наблюдение за пациентами с признаками ОРВИ, которые находятся на домашнем лечении. Чтобы связаться с врачами, необходимо позвонить по номеру 122 и выбрать соответствующий раздел при помощи голосового ассистента. Чаще всего обращаются пациенты с консультацией по лечению, когда они почувствовали первые признаки респираторного заболевания, не знают, что делать, куда обратиться, как начать лечиться. Оказываем первичную консультативную помощь по началу лечения, куда лучше обратиться, стоит ли проходить дополнительные обследования, вызывать врача на дом. Сотрудники консультационного центра предварительно прошли специальную подготовку. Все 15 рабочих мест медиков оснащены ноутбуками, гарнитурами и высокоскоростным интернетом. Отвечать на вопросы звонящих доктора будут с 8 утра до 8 вечера. Организовывая такой центр, мы исходили из того, что, к сожалению, техническое состояние некоторых поликлиник на сегодняшний день не позволяет обрабатывать такой вал звонков, которые в такие моменты поступают. Учитывая, что здесь собраны врачи-специалисты узкой направленности, но при этом имеют медицинское образование и за счет очень кратковременной переподготовки могут вести консультации, профессиональные консультации для людей, очевидно, это имеет очень важное значение. Здесь действительно все в этом центре работают врачи. И врачи, я вижу, что очень квалифицированные. Конечно же, этот центр необходим. Созданы все условия для врачей, двухсменная работа. И, конечно же, важно тоже, что сами в России нуждались поддержки и питание организовано. Ваш родственник виновен в ДТП. Мошенники вновь звонят пожилым людям и просят деньги за спасение родных. Так, буквально за сутки на уловки злоумышленников попались еще четыре жителя Чебоксар. Короткий разговор для пожилых людей обернулся потерей денег. Незнакомый мужской голос сообщал потерпевшим о том, что их родственник якобы попал в аварию или виновен в ДТП. За спасение таких виновных от уголовной ответственности, напуганные жертвы обмана собственноручно передавали крупную сумму денег подставному курьеру по 100, 200, а то и 400 тысяч рублей. И только спустя время осознавали, что совершили ошибку. Чебоксарка Любовь Чеснокова тоже столкнулась с мошенниками. Звонок на домашний телефон ранним утром взволновал женщину. На другом конце провода был мужчина, который представился ее сыном и просил помощи. В процессе разговора Любовь Чеснокова заподозрила неладное и бросила трубку. На этом мошенники не остановились. Второй звонок поступил от лица якобы следователя. Потом взял трубку следователь и сказал, я следователь, я хочу с вами поговорить. Ваш сын попал в аварию и находится в больнице. Я следователю сказала, я позвоню сейчас в республиканскую больницу в травматологию и узнаю, там ли мой сын. И я положила трубку. Денег он не успел спросить. Сотрудники полиции напоминают, при подобных подозрительных звонках не стоит подаваться панике и идти на поводу у мошенников. Сотрудники полиции призывают граждан никому не передавать деньги по телефонному требованию неизвестных. Обеспокоенность судьбой близких понятна. И все же, если вам сообщили, что ваш родственник попал в беду и ему требуется финансовая помощь, постарайтесь взять себя в руки. Перезвоните ему, либо кому-то из его окружения самостоятельно. И проверьте, действительно ли в вашей помощи нуждаются. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Екатерина Орлова, Вести Чувашия. Кто в ответе за отравленный воздух? Жители Новочбоксарской и Чбоксарского района еще полтора года назад начали жаловаться на запах хлора. На их обращение отреагировала прокуратура Чувашии. Надзорный орган сделал свои выводы о причинах произошедшего. Уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха уже направлено в городской суд. Обвинение предъявлено начальнику одного из цехов химпрома. Следствие установило, что с июля 2020 года по январь 2021 химпродукцию в цехе производили с нарушениями. Это привело к тому, что содержание вредных веществ в атмосфере неоднократно превышало нормативы. Иногда почти в 10 раз, сообщает в прокуратуре. Установлено, что начальник одного из цехов завода, осознавая, что оплата его труда напрямую зависит от выполнения плана производства готовой химической продукции, и желая исполнить его в полном объеме, пренебрегая требованиями охраны окружающей среды, дал неправомерные указания подчиненным работникам о необходимости существенного увеличения объема производства и изменения технического регламента. При этом ему было достоверно известно, что указанные действия приведут к существенному увеличению выбросов хлора и иных вредных химических веществ в атмосферный воздух. Обильные снегопады и холодная погода – не помеха для ремонта крыши. В Батрево посреди зимы началась замена кровли многоквартирного дома. Несколько двухэтажек в райцентре вошли в региональную программу капремонта. Крышу должны были обновить еще до конца прошлого года, но рабочие появились здесь только недавно. Вскрытие кровли во время снегопадов обернулось для жителей неприятностями, подтопило квартиру и подъезд. В ситуации разбиралась Ирина Николаева. Получается, и не люди, что ли, живут? Они, конечно, со своим жильем так бы не поступили. Почему нет никакой защиты, брезентов, ничего нет абсолютно. Потеки на потолке и стенах. Квартира на верхнем этаже и подъезд пострадали во время замены кровли. Первый снегопад и талая вода просочилась в помещение. Тревогу в доме забила Фаина Краснова. Она переехала сюда 4 года назад, отремонтировала жилье, подлатала крышу над своей квартирой. Говорит, еще одну переделку уже не подтянет. Сама наняла рабочих для уборки снега с кровли. От отчаяния выложила в социальных сетях видео, где показала последствия начатого сейчас ремонта. Мы, конечно, очень рады, что нам меняют крышу в конце концов. Эти проблемы уйдут. Но это нужно делать именно в такое время. Почему такое время выбирают, например, когда за целое лето у нас в районе не отремонтирована ни одна крыша. Рабочие появились в доме номер 21 по проспекту Ленина в начале февраля. Разобрали половину прохудившейся кровли и начали устанавливать деревянные балки. По словам жильцов, во время снегопада стройка не велась. Снег тоже не счищали. И в непогоду часть дома осталась без крыши над головой. Капитальный ремонт кровли этого дома не проводился с момента постройки. Между тем, двухэтажку в центре села построили почти 40 лет назад, в начале 80-х годов. Только вот жители совершенно не ожидали, что долгожданный ремонт начнется в разгар зимы. В 2021-м несколько двухэтажек в Батрево попали в программу капитального ремонта. Подрядчика для работ удалось найти не сразу. Из-за резкого скачка цен на стройматериалы заказчик увеличил стоимость контракта. И только после этого выполнить работу взялась компания «Стройсантех» из Канаша. За два с половиной месяца до конца прошлого года подрядчик должен был заменить кровлю на домах. Но дело сдвинулось лишь, когда местные жители сами напомнили о ремонте. Было достаточно времени. Была осень, и с момента, когда они заключили контракт, у них была возможность провести какие-то работы для того, чтобы избежать вот такой ситуации, которая произошла в настоящее время. Подрядная организация вышла с предложением. Республиканского фонда капитального ремонта с предложением продлить контракт еще до 18 июля 2022 года. На сегодня кровлю заменили в двух домах. Работы ведутся на третьем объекте. По смете обновление этой крыши обойдется почти в 2 миллиона рублей. Почему подрядчик затянул с выполнением обязательств, теперь предстоит выяснить новому руководителю фонда капитального ремонта. По словам Светланы Барановой, кровлю можно менять в любое время года, если соблюдать всю технологию. Снег уже подмочил не только квартиру жильцов, но и репутацию подрядчика. Нельзя было разбирать кровельное покрытие, пока нет материалов на данной кровле. Второе, если уже разобрали часть кровельного покрытия, допустим, меняю стропильную систему, то в данном случае надо было применить гидробарьер и накрыть тот участок кровли, который в данном случае находится без кровельного покрытия. Этого тоже не было сделано, поэтому к данной подрядной организации обязательно будут применены штрафные санкции. Заказчику работ нужно разобраться еще с одним вопросом. В домах, где уже заменили кровлю, не подшиты карнизы. Выяснилось, эти работы проектом не предусмотрены. А вот ущерб за залитые квартиры и подъезд, объяснили фонде капремонта, придется возместить подрядчику. Ирина Николаева, Игорь Ульянов, Вести, Чувашия. Свыше двух тысяч компаний из более чем 50 стран мира стали участниками 29-й международной выставки ProDexpo 2022. По традиции в Москву отправилась и наша делегация. В этом году республика представлена отдельным стендом, сделана в Чувашии. О товарах, производимых в республике, хорошо знают далеко за ее пределами. Сельхоз товаропроизводители, предприятия перерабатывающей промышленности Чувашии в рамках нацпроекта «Международная кооперация» и «Экспорт» только в прошлом году продали продукцию почти на 44 миллиона долларов, перевыполнив план почти на 40%. Участники масштабной экспозиции не раз подчеркивали, что подобные площадки помогают в налаживании новых контактов и расширении списка потенциальных партнеров. В деловой программе нашей делегации запланировано не только участие в круглых столах и конференциях, но и переговоры с представителями правительства Москвы по вопросам продвижения продукции на рынке столицы. Отдаешь за коммуналку немаленькие суммы, а в квартире, откровенно говоря, совсем не жарко. Такие жалобы от чебоксарцев звучат довольно часто. А все потому, что дом несет огромные теплопотери, говорят специалисты. Согласно статистике, за один зимний сезон жители одной только квартиры могут переплатить за отопление больше 40 тысяч рублей. Так что желание людей перестать выбрасывать деньги на ветер вполне обосновано. Как понять, где в доме брешь и можно ли ее заделать, потратив минимум из своего кармана? Об этом материал Евгении Зиновьевой. Эта белокурая девушка с гаджетом в руках вовсе не записывает очередной рилс для соцсетей. Сама Анна из Петербурга, но в Чебоксарах у нее важная миссия. С помощью тепловизора она обследует жилые многоэтажки. После такого рентгена становится ясно, за коммуналку люди платят немалые суммы, а в конечном итоге отапливают улицу. И вот кто, а точнее что, всему виной. Видите, есть цветовая шкала от синего до белого. Синие — это самые холодные участки дома, красные и белые — самые теплые. Через них как раз-таки и выходит тепло. Из этой чебоксарской многоэтажки по проспекту Мира тепло выдувается из подвала. Прибор указал на него. Если смотреть в разряде всей страны, именно это техническое помещение наряду со стенами и кровлей возглавляет проблемный топ, говорит Анна. Девушка делает такие выводы не просто так. Она волонтер всероссийского социального проекта по составлению индекса тепла. Суть его в том, что специалисты, искрив 15 городов России в разных климатических поясах и проверив при этом сотни панелек и гирпичных строений, смогут точно сказать, каким образом повысить их энергоэффективность при капремонте. Жители этих домов, которые попадают в исследование, увидят, что их дома теряют или не теряют тепла. И если они захотят их утеплить, они могут это сделать совершенно бесплатно по национальной программе по улучшению качества жизни населения за счет повышения энергоэффективности. Для этого нужно обратиться в фонд капитального ремонта. За день волонтер проекта «Индекс тепла» обошлась с десяток чебоксарских домов, построенных в прошлом веке и в первом десятилетии нынешнего. Дальше по курсу – Казань, Тюмень, Архангельск. К апрелю все собранные в регионах данные организаторы проекта обещают аккумулировать на одном сайте и разработать детальную инструкцию, в которой подробно расскажут, как жителям проблемных высоток взаимодействовать с фондом капремонта, чтобы добиться утепления домов и снизить плату за коммуналку. Евгения Изиновьева, Алексей Янекин, Михаил Солин, Вести Чувашия. Жители Шимурши жалуются на двухметровые сосульки, которые угрожающе свисают с крыш многоквартирных домов и козырьков подъездов. Об этом неравнодушные сельчане сообщили нам в рубрику «Мобильный репортер». По словам шимуршинцев, такую картину можно наблюдать по всему селу. Управляющая компания «Жилкомсервис» с решением проблемы не торопится. Сосульки продолжают стремительно расти. Поэтому прежде чем переступить порог подъезда, жильцы обязательно оценивают ситуацию над головой. Есть еще одна проблема. Люди беспокоятся, что старая кровля многоквартирных домов не выдержит снега. Так накануне в доме номер 9 по улице Космовского рухнула дымоотводная труба. Нынешней зимой неспокойно и в деревне Байдеряково. О том, чтобы заехать на машине в населенный пункт, нет и речи. Вместо расчищенной дороги здесь всего лишь узкая тропинка. Вдруг будет пожар или что, то сюда должны заехать пожарные и скорая помощь. И как нам стало известно, улицу Полевую в деревне Байдеряково все-таки освободили от снежного плена. И теперь какое-то время люди могут быть спокойными. Транспорт на этом пути не застрянет. К другой теме. В мае этого года в Новосибирске пройдет финал четвертого Всероссийского научно-технического конкурса студенческих разработок в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникации «Первый шаг». Сейчас идет прием заявок. В предыдущие два года наша республика показала себя уверенным лидером конкурса и занимала призовые места. И в этом году команда Чувашского госуниверситета вновь пробует в нем свои силы. Конкуренция и борьба за призовые места на первом шаге серьезная. В конкурсе участвуют вузы со всей страны, многие из которых выпускают специалистов конкретно для телевизионной и телекоммуникационной отраслей. Однако команда факультета радиоэлектроники и автоматики Чувашского госуниверситета «Радисты», где готовят кадры для электротехнического кластера республики, два года подряд становилась бронзовым призером. Во многом это удалось благодаря научному руководителю ребят, заведующему кафедрой радиотехники и радиотехнических систем Сергею Чувашу. Каждый год мы выбираем такие темы, которые позволяют нам конкурировать с сильнейшими вузами страны, которые основной упор делают на фундаментальные исследования. Однако я считаю, наше преимущество в том, что в нашем университете активные ребята могут заниматься научной деятельностью. В этом году первый шаг станет не командным, а индивидуальным конкурсом. Участников ждет множество диалогов с экспертами, беседы, интервью и экспромты. Радисты приняли решение выдвинуть для участия четверокурсника Павла Лысова, и парень принялся за проект с энтузиазмом. Пока он не стал раскрывать идею своей научно-технической разработки, однако рассказал, что серьезно настроен на победу. Это дорога специальная, вырисовывается уже конкретный путь, по которому я собираюсь идти и развиваться дальше. Мне еще стало больше интересно заниматься учебой, уже появился профессиональный азарт. Напомним, за три конкурсных года свой первый шаг в медиаотрасль сделали более 200 участников. 43 стали финалистами, 18 победителями и призерами. Во втором и третьем сезоне радисты представили смоделированный приемник, способный одновременно принимать радио, телевизионные сигналы, интернет-контент и профессиональный прибор, предназначенный для мониторинга качества цифрового телевещания в автоматическом режиме. Однако в этом году первый шаг станет чем-то большим, чем конкурс. Это будет научный форум идеи и проектов. Изюминкой нового сезона будет то, что мы, во-первых, хотим расширить географию и численность наших конкурсантов, и для этого мы немножко упростили задание на первом этапе, но усложнили жизнь у курсантов в финальном процессе. Более того, мы принимаем к участию в конкурсе не только работы, но и стартапы, где отдаются некие планы, некие идеи, сценарии, какой-то задел на будущее, что в своей деятельности научной или технической хочет конкурсант произвести. Молодые инноваторы имеют возможность не только получить признание экспертов, но и познакомиться с потенциальными работодателями и стать частью большого научно-технического и производственного сообщества. Иногда мы называем это такое публичное собеседование, когда, ну, на самом деле, члены жюри — это потенциальные работодатели. У нас все члены жюри являются руководителями предприятий, организаций, индустрии. И так или иначе, они набирают себе кадровый состав, делая это, ну, скажем так, в классической форме, когда претендент приходит на собеседование в кабинет руководителя. А здесь мы этот процесс выводим вот на такой игровой, состязательный, публичный вид. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 16 апреля на сайте atrp.tv. Эксперты ждут программные и аппаратные разработки, аналитику, идеи стартапа и медиапроекта. Татьяна Самсонова, Андрей Шокли, Вести Чебоксары. 60 регионов страны уже приступили к работе над проектом «Вышитая карта России». Напомним, организаторами масштабной акции являются правительство Чувашии и Федеральное агентство по делам национальностей. Проект, приуроченный к году культурного наследия народов России, призван поддержать развитие промыслов и ремесел. Фрагменты будущей карты отразят своеобразие каждого региона, характерные узоры и техники. Для работы над проектом в областях и республиках созданы творческие группы из лучших мастеров, которые занимаются разработкой эскиза. Их фантазию никто не ограничивает. Главное — показать особенности своей малой родины. Мы отправили во все регионы лекала, и на сегодняшний день практически все регионы приступили к вышиванию. Каждый из них на сегодняшний день разрабатывает эскизы, продумывает, как они будут вышивать эту карту. Работы очень серьезные, и мы ждем, конечно же, к середине марта от них вышитые вот эти лекала, которые мы будем уже объединять в единую прекрасную карту России. Так, например, на Ямале говорят, их регион на вышитой карте России не заметить будет сложно. Он один из самых больших по площади. Деревянные лекала здесь уже получили, и художник-конструктор окружного дома ремесел приступила к эскизам. Во всех практически регионах России есть традиционная вышивка. В нашем регионе ее нет. У нас есть традиционные узоры, которые мы используем для аппликации, для шитья, но как таковой вышивки не существует. Поэтому мы согласовывали с Чувашской республикой именно вопрос того, что мы будем делать не традиционную вышивку, так как ее нет, а конкретно аппликацию. Через полтора месяца уже готовые фрагменты из регионов вернутся в Чувашию, где рукодельницы соединят их в единое целое полотно. Проект поддержала народная артистка России Надежда Бабкина, которая вместе с ансамблем «Русская песня» представит готовую карту в Чебоксарах 12 июня. Это будет так круто, и я жду, когда это все завершится, какое будет вообще это все изделие. Но представляю, что это многогранное, многонациональное и многояркое. Ну, в общем, Чувашии, спасибо вам огромное. Вы были инициаторы, мы все поддержали. Затем вышитая карта России отправится путешествовать по всей стране. А 12 декабря она уже будет в Москве. Елена Михайлова, Евгения Николаева, Дмитрий Макаров, Архад Ниязов. Вести Чувашия. Какими культурными событиями запомнится 2021 год? Газета «Советская Чувашия» составила рейтинг самых значимых мероприятий. Лучших из лучших выбирали жители республики. Какие спектакли, выставки и открытия набрали большее количество голосов, расскажет Екатерина Данилова. Спектакль петербуржского режиссера Игоря Лебедева, о чем плачут лошади, русского драматического театра, стал поистине одним из самых ярких событий в прошлом году. Почему же постановка так полюбилась и юному, и взрослому зрителю? Ведь она совсем не развлекательная. Наоборот, по-настоящему драматичная и напряженная. Спектакль заставляет задуматься о главных человеческих ценностях, говорит Дмитрий Капустин, директор театра. Именно это и привлекает зрителей. Это спектакль для людей, которые родились и выросли в большой стране под названием СССР. И интересен он не только тем, кто жил в этой стране, но и новому поколению тем, что там очень остро раскрывается каждый характер. И очень понятно рассказывается история большой страны. Редкий по искренности и лаконизму разговор о главном. Так назвали жители республики балеты Андрея Меркурьева «Не дай мне уйти» и Данила Салимбаева «Барокко», которые были поставлены на сцене Чувашского театра оперы и балета. Мне вообще очень приятно, что работу театра оценили и на таком уровне. И надеюсь, что в дальнейшем театр будет только радовать своими постановками, станет притяжением вообще для культурной жизни региона. Экспозиция «Возвращение шедевров», персональная выставка «Пороски Вити», фото-выставка братьев Костинах в Чувашском художественном музее также признаны лучшими культурными событиями 2021 года. Вам огромное спасибо, что вы с нами в течение года несколько раз встречались и у нас получились, вот пишем о шедеврах, а получается шедевры тоже. Но все же самым ярким событием в республике, которого все так долго ждали, стало открытие после ремонта Чувашской государственной филармонии. Екатерина Данилова, Андрей Шоклев, Вести Чуваша. В период вирусных заболеваний врачи сходятся во мнении, что укрепить иммунитет помогут морепродукты. Это кладезь витаминов и микроэлементов. Та самая рыба Камчатского края прибудет завтра в Новочбоксарск. Там представят более 20 видов дальневосточных деликатесов. Среди них палтус, нерка, кижуч и, конечно, королева лососевых чавыча. Богатая кальцием, магнием, фосфором, витамином D и омегой 3, морская рыба поможет справиться со стрессом, улучшит работу головного мозга, укрепит ткани организма, придаст сосудам эластичность. Коптят рыбу сразу после улова, поэтому все полезные вещества в ней сохраняются, говорят организаторы. Ознакомиться с дарами моря из Камчатского края в Новочбоксарске можно будет в торговом центре «Весна» до 13 февраля включительно. Реванш взяли, но игровых проблем не решили. Чебоксарские ястребы в повторной встрече с майкопскими «Динамо» МГТУ переиграли своих визави с преимуществом в 22 очка. Однако победа особой радости наставникам хозяев не принесла. Подробности расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Поражение от майкопского «Динамо» в первом матче не изменило турнирного положения чебоксарских ястребов, но добавило проблем тренерскому штабу. А вот как они будут решены и должен был показать второй матч. Работу по поиску своей игры тренерский штаб «Ястребов» начал с изменения стартовой пятерки. Тройку Павел Кольцов, Антон Богдан, Павел Новиков дополнили Евгений Богдан и Дмитрий Халдеев, заменившие Артема Лимонова и Сергея Жулькова соответственно. Перемена дала необходимый эффект. Первая четверть осталась за хозяевами 22 на 18. Но и у гостей была своя домашняя заготовка. Если в первом матче у «Зеленых» бал правил дуэт шестого и девятого номеров, набравших за матч 44 очка, то во второй игре партнером у Павла Сизова стал Владимир Чичайкин. За три четверти единичка и девятка «Зеленых» записали на свой счет 31 очко. Почему за три? Ответ на этот вопрос хотелось бы узнать и нам. Потому что вопреки баскетбольному обыкновению решающим в матче стало не третье, а четвертое четверть. При счете 56 на 63 в пользу Майкопа команда гостей буквально встала. И хотя движение по площадке было, но активничали хозяева. Это отметила даже неожиданно прозревшая бригада судей из Казани, накидавшая в корзину майкопцев 8 фолов из 14 полученных за весь матч. Ну а самым впечатляющим оказался счет с заключительной 10-ти минутки. 37 на 8 в пользу стражей. В итоге победа Ястребов 93 на 71. Соперник навязывал свою игру, если мы говорим про первые три четверти. Были, конечно, подводные течения, о которых тоже не стоит говорить. Но в целом очень недоволен. Непочаток райработы. Будем анализировать, делать выводы, что-то менять. Два победных очка укрепили вторую позицию чебоксарских Ястребов. Табеля о рангах. 12-13 февраля мы принимаем Ставропольских Динамовцев. Начало игры в 14 часов. Вячеслав Ильин, Игорь Ульянов. Вести. Чуваша.